Здравствуйте всем дорогие друзья, с вами Камарачи. И сегодня я бы хотел затронуть такую тему, как характеристики персонажа. Их можно посмотреть вот здесь. Заходим в Next, характеристики, параметры игрока. Характеристики, параметры, все одно и то же. Итак, что здесь у нас есть интересного? Давайте первое. Самое интересное у нас телосложение. Телосложение отвечает за ограниченное максимальное количество вложенных очков характеристик персонажа. Сколько значений телосложения, столько может быть любой другой параметр, но не выше. Думаю понятно. Телосложение 5 уровня, значит каждую характеристику мы можем... Нет, неправильно. Ну или как? Правильно, да, характеристику. Каждую характеристику, параметр мы можем прокачать на 5 уровней. Больше мы не можем, пока телосложение 5 уровня. Сейчас эти вот очки можно заработать только по одной штуке за каждые 3 разряда. 3 разряда прокачали, одно очко навыков вам в копилку упало. Еще 3 прокачали, еще одно упало вам в копилку. Это очень долго, нудно, но это дает свои плюсы, свои бусты. Я пока что вложил все в телосложение. Возможно это была моя ошибка, но я пока что решил предпринять такой вот исход. Больше я пока что сюда вкладывать ничего не буду, а буду что-то предпринимать по другим очкам. Но для чего это нужно? Во-первых, это очень крутая вещь. Знаете, почему я так решил? Потому что оно позволяет, смотрите, что дает. Ну, во-первых, харизма. Нам дает плюс 1% к цене выловленной рыбы, интеллект, плюс 1% к опыту выловленной рыбы. Но это все для новичков. Это можно вкачать тоже до 5 уровня, 5% тут и тут. То есть, как бы, будет нормально. Но еще надо заработать очки этих, чтобы вкачать. Удача! Теперь смотрите. К максимальной нагрузке крючка, кормушки и поводка. Это выносливость, максимальная нагрузка лески, поплавочность, спинго и фидерный. Сила, удилище и ловкость. Это у нас катушка. То есть, по сути, выносливость нам нужна. Это леска. Потом нам нужна удача, нам нужна сила. И нам нужна эта ловкость. Вот эти 4 очка, это просто must have, плюс по 1%. Если хотя бы прокачать до 5 уровня их все, нам будет давать по 5%. То есть, наша сила снасти возрастет на 5%. К чему я клоню? Давайте зайдем в магазин и посмотрим. На данный момент поплавочка, донка, неважно. Мы можем купить за серебро только 5000 кг. Максимальную снасть. В то время, когда донатам доступно, и то на 200 разряде. То есть, вы понимаете, да, сколько нужно качаться. Когда донаты с 90 уровня уже могут себе позволить на 5300. Ну, выше, чем наша снасть на 200. А на 115 вообще на 11000. Вообще просто они нас переплевывают, как лохов. То есть, получается, донат рулит. Ну, донат рулит везде. Тут грех жаловаться. 5 косарей. Но, 5 косарей 5%. Давайте же посчитаем. Если, я быстренько на калькуляторе прикинул. Если, прошу прощения. 5% от 5000 это будет 250 кг. И еще мы сюда плюсуем 250 кг ложится. Понимаете, да? 5250 у нас уже будет сила снасти. А это очень круто, ребята. Понятное дело, что у тех, у кого донат, они будут еще круче. Но, для нас, для тех, кто играет без дона, это огромный буст. И не обязательно на эту снасть. То есть, на любую другую тоже будет, ну, естественно, меньше, конечно, буст. Но, 250. А если прокачать до 10 уровня, вы только вдумайтесь. На 10% это уже будет на 500. Еще плюс 500 кг накидывается. Это очень крутая штука, хочу вам сказать. Мы, так как мы пока что новички. Что мы можем с вами сделать? Нам пока что вот это вот все не нужно. Мы можем с вами пока что, на данный момент, прокачались до 5. И вложиться в харизму и в интеллект. Ну, и в принципе, сюда и вкладываться пока что. А когда мы уже дойдем до той снасти большой, до 5000, это будет наш предел. Вот все, мы больше не сможем купить снасть круче. 5000 это предел для нас. Значит, нужно сделать что? Обнулить все параметры, благо один раз это делается бесплатно. И для этого вот этот вот нам плюшка, нам понадобится. Мы скинем все с вами очки, вложим в телосложение и раскидаем по всем вот этим вот четырем. И получим охренительный буст. Я думаю, к 200 уровню. За каждый третий. Давайте вот просто, вот сейчас опять на калькуляторе прикинем. 200 мы разделим на 3. Да, не густо, конечно. 66 очков у нас всего лишь получается. 66 очков. 14. 14 очков, это мы пятый уровень телосложения подняли. Значит, нам надо 5. 5 умножить. Ну да, у нас не хватает. Придется что-то как бы выбирать немножечко. Не хватит нам на 5% повысить. Но тут расстраиваться не стоит, потому что обновление свеженькое. И разработчики говорили, что они сделают еще способы добычи вот этих вот очков характеристик. И когда они это сделают, это будет бомба. И люди, которые будут их добывать, они потом смогут хоть немножечко, но приблизиться к той снасти, которая за донат. А это классно, я считаю. И для новичков даже вот по процентовке рыбы, это тоже классно по цене и по опыту. Можно даже пока что не обязательно в деньги, а вложиться больше в опыт, потому что я пока что на данный момент считаю приоритет разряд. Деньги они у нас потихоньку набегут. Но, конечно, телосложение дальше качать пока что я смысла не вижу. 5 единиц, я думаю, пока что хватает. Тем более 14 мы туда потратили очков. И надо сейчас уже 6, чтобы до 6 поднять. То есть я думаю, вы понимаете, чтобы до 7 еще 7, потом до 8 8. Вот так вот это будет все стоить. Это как бы до хрена, честно скажу я вам. Но и не можно, точнее нельзя, извиняюсь, нельзя исключать этого вот момента, что бусты, дающиеся игроку, очень крутые. Естественно, что собака меня заколебала, отвечаю. Бусты очень крутые. Если вот так вот поразмыслить, вот как я вот сейчас прикинул, мы можем неплохо сравняться с той... Ну, конечно, мы не сравняемся, но хотя бы немножечко сможем приблизиться. И уже, знаете, вот был предел. То есть вы купили, грубо говоря, на 5 тысяч килограмм снасти. Все, это как бы ваш предел. Вы там можете перками немножечко подогнать, прокачать ее. Но теперь еще и очками для персонажа. Крутая вещь. Я определенно ставлю вот за вот этот вот момент, за RPG-ху большой палец вверх. Особенно если сделать какие-то квесты. Даже если они будут сложные для их выполнения. Чтобы получать эти очки. Я все равно большой палец вверх ставлю. Это действительно очень круто. И всем вот советую обратить на вот это свое внимание. Это действительно крутая вещь. Вот просто она остается как-то вот... Ну, может быть, кто-то не просчитывал, кто-то не продумал. Всегда нужно думать наперед. Вот в этих во всех играх, рыболовных симуляторах, нужно думать немножко наперед. Иначе потом можно очень сильно проштрафиться. Здесь я вот сразу пятеру вложил сюда. Я же говорю, возможно, это было немножечко неправильное, скороспешное мое решение. Надо было вложить где-то, наверное, до третьего уровня. И надо было хотя бы в харизму интеллект вкинуть. Но я как бы парень такой, знаете, резкий. Я взял, вкинул в телосложение. Поняв, что оно очень крутое, надо вкинуть сюда сначала. Потому что пока что все равно я там прокачаюсь, буду там ловить рыбу и так далее. Оно мне сильно не нужно. Вы, я вам советую, прокачать до третьего уровня. И потом еще сюда хотя бы по одному там... Ну, не по одному, там два левела сюда вкинуть. Это как бы очень крутая шняга будет. Вот такие дела, друзья. Поэтому пишите в комментариях, как вы считаете по этому поводу характеристики. Хорошо это или плохо, или лучше их было вообще не вводить. Я считаю, что это крутая вещь. И она определенно стоит нашего с вами внимания. Люди, которые играют без доната, которые добиваются всего игровым путем. И это неплохо бустит наши снасти. Неплохо бустит рыбу, которую мы вылавливаем по опыту, по деньгам. Поэтому это очень крутая вещь. Всем огромное спасибо за внимание. И не хвастать швей. Отличного клева. И огромных трофеев. Всем пока.